Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры! В этом видео мы откроем шарики с игрушечными копиями реалистичных предметов и аксессуаров, позволяющих создать и приготовить самостоятельно блюда и напитки. Конечно, они не настоящие, их можно коллекционировать или использовать для игры с любимыми куклами. Эти шарики производят две известные кукольные компании. MGA, ее серия еды называется Miniverse Make It Mini Food. У меня три разных варианта шаров разных серий. Шары разных серий, разного размера. Кстати, для этого видео я купила их на Яндекс.Маркет, ссылку оставлю внизу в описании. Не забывайте пользоваться промокодами, с их помощью можно купить по выгодной цене. А компания Zuru выпустила свою линейку под названием Mini Brands Create. И тут само название говорит о том, что нужно творить своими руками. Начнем с первого шарика, Miniverse. Это первая серия, мини-еда, закусочная. Снеки, десерты, напитки. Посмотрим, что нас ждет. Тут все как обычно. Пытаемся открыть шарик. Есть специальная полоска, за которую нужно тянуть. Снимаем первый слой. Прозрачный шарик внутри. Там видны пакетики. Еще один слой. Оказывается, только одна половинка прозрачная. Вторая желтенькая, больше похожая на корзиночку. Тут еще есть пленочка. На дне логотип Miniverse. И еще серийный номер. Два пакетика разного цвета. Ножка для столика. А вот и сама поверхность стола. Устанавливаем ножку. Это стол, на котором можно выставлять приготовленные блюда. И, честно говоря, я думала, что он будет гораздо меньше. Инструкция, которая говорит, сначала прочитайте меня. И тут все подробно описано, что нужно сделать. Вкладыш со всевозможными блюдами. Тут есть различные клубничные, мятные и шоколадные шейки. Парфе-пудинги. Тосты со всякими вкусняшками. Вафли и блинчики. Разные пироги. Еще пироги и чизкейки. И с обратной стороны к каждому пошаговый рецепт приготовления. И на самом дне еще пакетики синий, который нужно держать в холоде. Тут щипчики. Еще один оранжевый. Похоже, в этом находится ложка или вилка. И на самом дне такая бумажная салфеточка. Вместе с пинцетом в пакетике была вот такая штучка. Она вставляется в крышку шарика. И это вроде бы как крышка от контейнера. Смотрим, что попалось в этом пакете. Это вилка. Щупаю пакетик. И мне кажется, что у нас тут внутри тарелочка. Значит, будем готовить что-то вкусное на тарелке. И правильно. Здесь подставка с прозрачной крышкой. Очень интересно. Я вместе с вами собираю их первый раз. Контейнер с клубникой. В одной части у меня целые ягодки. А в другой порезанные. Кстати, весь вкладыш можно разрезать на карточки. И тогда у каждой карточки с одной стороны будет название блюда. А с обратной стороны рецепт его приготовления. В следующем пакете меня ждет чизкейк. Мне попалась основа для него. А значит, это клубничный чизкейк. Вкусно выглядит. Посмотрим, что у меня получится. Самый последний пакет. Клубничный сироп. И вместо крышечки накручивается такая насадка, чтобы мне было легко выдавливать сироп на чизкейк. Единственное, что из пакетика был такой химический неприятный запах. Надеюсь, что вас это не пугает. У меня все готово. Для создания блюда ставлю на тарелочку чизкейк. Теперь беру сироп. Его выдавливаю сверху. Прозрачный, розовый. В инструкции написано, если у вас образовались пузырьки, аккуратно удалите их щипчиками. И вот эту саму консистенцию жидкую пальцами, руками трогать нельзя. Если очень хотите потрогать, то нужно работать в перчатках. Сиропа мне хватило ровно на всю поверхность чизкейка. Теперь мне нужно щипчиками аккуратно разложить все ягодки. Ведь саму поверхность нельзя трогать руками, пока сироп не затвердеет. А затвердеть он может под ультрафиолетовыми лучами. То есть его нужно вынести на улицу на 5-10 минут. Или, например, воспользоваться ультрафиолетовой лампой. Что я и собираюсь сделать в самом конце. Вот что у меня получилось. У меня потек сироп. Но выглядит это очень реалистично. Его можно аккуратненько собрать. Нужно перемещать блюдо очень аккуратно, чтобы ничего не растеклось. Если у вас случайно попала на руки вот эта липкая субстанция, она используется во всех сюрпризах для приготовления. Приготовьте влажные спиртовые салфетки, либо спирт. И вы легко сможете удалить эту липкую штуку с рук. Или с каких-то деталей туда, куда она попала. Я все, что лишнее накапала, удалила с тарелки. И из пинцета. И немножко с рук. Я, конечно, не ожидала, что все будет так быстро и сильно растекаться. Поэтому не буду ждать. И сразу отправлю на 5 минут под ультрафиолетовую лампу. Посмотрим, как быстро все затвердеет. И вот поверхность затвердела. Теперь ее можно трогать пальцем. И никуда ничего не стекает. Теперь чизкейк можно накрыть крышкой. Поставить на стол. А для демонстрации стол нужно установить в шар. Ножку стола в шаре можно зафиксировать. Здесь специальный кружочек есть. Снова собираем столик. Но есть одно маленькое но. Крышка у меня не закрылась с вот этой пимпочкой. Значит, эту крышку придется снять. И в итоге получается вот так. Приятного аппетита! Второй шар миниверс серия мини-еда кафе 2А. Где вместо открытия моего шара все заклеили наклейками. Поэтому не получится открыть его красиво. Я обычно в таких сложных ситуациях пользуюсь ножичком. Похоже в этой серии такой же. С одной стороны прозрачный. А с другой стороны желтый шар. Тут тоже пакетики. Тоже разных цветов. Желтый и розовый. Пакет со столовыми приборами. И снова пакет с ингредиентами. Картонный поднос. Вкладыш коллекционера с 12 версиями. Игручных различных блюд и напитков. Газированные напитки. Пирожные. Макароны. И тут есть еще пропуски во вкладыше. Видимо, эти пропуски будут заполнены во второй серии. Еще один напиток. Шоколадные палочки. Супчик с алфавитом. Разноцветный попкорн. Хот-дог. Начос. И такие аппетитные клубнички в шоколаде. Все самое интересное в пакетиках. Прозрачная миска. Из столовых приборов. Щипчики. Эта штучка для шарика. И ложка. Розовый пакет. Здесь целая упаковка с пастой. А паста это буковки. Буквки английского алфавита. Это бабушка советует. В общем, это как настоящая пачка, которую нужно открыть. Откроем ее вот здесь сверху. И достаем пакетик, в котором как будто настоящая паста. Класс. Вообще такие мелкие-мелкие буковки. А значит, мы будем готовить суп с алфавитом. У него очень простой рецепт. Он написан с обратной стороны на вкладыше. Весь вкладыш тоже можно разрезать отдельно на рецепты. Еще один голубой пакет, в котором находится баночка томатного супа. Она как будто железная. Как будто ее можно открыть. Но все просто. Убираем здесь скотч. Крутим крышку. Этот защитный слой нужно снять. В этом наборе столика нет. Поэтому я воспользуюсь предыдущим. Для демонстрации. Чтобы вам было все видно. Мне кажется, что нужно обязательно просить родителей открывать все вот эти соусы, сиропы. Это может все пролиться или неудачно открыться. Рецепт очень простой. Выливаем все содержимое банки. Этот суп в мисочку. Потом открываем пакет с пастой. Просто высыпаем туда столько, сколько нам нужно. Я думаю, что можно оставить лишнее. И потом убрать снова в эту же коробку. И все берем и перемешиваем. Ровно так, как вам понравится. В тех пропорциях, которые вам нравятся. Потому что готовим мы сами себе еду. Можем еще немножко добавить, подсыпать. Все. Мне кажется, можно снова ставить на 5-10 минут на солнышко или под ультрафиолетовую лампу. Вот он получившийся итог. Все застыло. Видны куча буковок в супчике. Сверху ложечка тоже застыла. Я надеюсь, что вам тоже нравится. И самый большой шар миниверс. Это техника для кухни. Кстати, тоже первая серия. А если пишут первая серия, то, скорее всего, надеются, что выпустят еще и вторую. Тут шарик с двух сторон непрозрачный, желтенький. И он прям очень большой. Вот сколько тут всего. Восемь кухонных приборов, с помощью которых можно приготовить любимые напитки. С обратной стороны на вкладыше пошагово. Что нужно делать? Откроем, что находится тут. Подставка для стаканов. Два прозрачных стакана, достаточно большие. У каждого стакана есть своя крышка и трубочка. А вот и сам аппарат. Апельсиновый сок и лед. Такая интересная конструкция, как будто настоящий автомат для сока. Тут есть и кнопочки, которые тоже нажимаются. И в целом такая у него внушительная конструкция тоже. Нижняя часть для автомата собирается. Прикрепляем основание. А вот эта часть крышка сверху. Потому что здесь, собственно, будет все заливаться. Крышка эта съемная. Ее можно будет снова открыть. И на самом дне еще здесь есть... Думаю, что это подставка для автомата. А тут последние сюрпризы. Две картонные подставки для напитков. Апельсиновый сок и пакет с кубиками льда. Что мы должны сделать? Открываем крышку. В то отделение, где лед, засыпаем кубики льда. А в то, где у нас сок, выливаем сок. Вот он течет оранжевый туда, прозрачный. У меня все готово. Закрываем крышку. Сначала нам нужно насыпать в стаканчик лед. Нажимаем на кнопочку. Теперь наливаем сюда апельсиновый сок. Я думаю, что трубочкой можно его перемешать. А потом надеваем крышку. Все то же самое делаем со вторым стаканом. Их тоже нужно отправить в подсолнечные лучи, но уже на 10-15 минут. И еще у меня остались два шарика мини бренд скрейт. Тут надпись, что все сделано из восстановленного пластика. Еще один слой. Тут обычный белый шар. Куча пакетиков. Ух ты! Колпак мастер-шефа. Тут переключатель, чтобы включить. О, это очень похоже на ультрафиолетовый фонарик. Всего 4 пакетика. Будем открывать все по порядку. Ложка и заварное тесто в пакете. Ягодки, клубники и листочки мяты. Вот они тут в контейнере. Что еще? Пакетик с кусочками миндаля. На самом деле, тут внутри пакетик открывается. И вот они кусочки для украшения. Щипчики, подставка и еще какая-то подставка. Ой, как много всего. Так сложно пакетик открывается. Вот тут инструкция, вкладыш. Что вот это такое? Наверное, это тоже салфетка-подставка. Она из картона. Еще одна какая-то пластмассовая деталь. И самый последний пакет. Тут баночки с шоколадным соусом и кремом. Может, это даже взбитые сливки. А к ним вот такие же насадки-дозаторы. Вкладыш тут выполнен как настоящее ресторанное меню. Рамен со свининой. Ребрышки. Свинина с картофелем. Тропические фрукты. Парфе. Шоколадный мусс с малиной и орехом. Вишневый торт. Шоколадные профитроли. Чизкейк с миндалем и абрикосом. Клубничный торт. Фруктовые тарталетки. И суперредкое эксклюзивное блюдо. Пирог с яблоками и корицей. С обратной стороны вкладыша на каждой картинке нарисовано, что нужно делать. Очередность. И в самом конце практически, когда у нас почти все готово, нужно будет готовое блюдо разместить либо на солнечный свет на 10-20 минут, либо под ультрафиолетовый фонарик на 5-10 минут. Вставляем подставку в ножку. По-настоящему открываем этот пакетик. Вот тут легко открывается. Не надо ничего рвать, аккуратненько. Тут уже готовые профитроли 5 штучек. Их я раскладываю в емкость. Чтобы все аккуратно выполнить, можно использовать пинцет. Теперь поливаю кремом. Чтобы ускорить процесс, я насадку с крема сняла. Теперь мне нужно еще ягодки разместить. Включаем фонарик. Направляем ровно на блюдо. И держим 5-10 минут. Я держала 5 минут и у меня все затвердело. Теперь берем шоколадный соус и поливаем им. Ой, вот эта крышечка плохо держится, слетает. Может быть ее стоит пальчиками придерживать, чтобы ее не сорвало совсем. Остался последний штрих. Это веточка мяты. Как бы ее красиво так разместить. И посыпать сверху орешками. Снова включаем лампу. Последний раз. Результат, который у меня получился, может быть не настолько красивый, как на картинке. Но в целом у меня тоже получилось приготовить интересное блюдо своими руками. Столько всего вкусного. И остался последний шарик. Мини бренд скриэйт. Снова такой же сверток. В нем ультрафиолетовый фонарик. Снова 4 пакета. Открываем. Часть из столика. Теперь мне попалась вилка и пинцет. Значит тут мне попадется что-то новенькое. Еще я нашла ножик. Может быть он выпал из предыдущего пакета. Белая тарелка. Микс овощей. Похоже тут картошка, морковка и что-то зелененькое. Продолжаем открывать. Тут опять инструкции. Снова подложка. Подносик. Я с самого начала на вкладыш не обратила внимания. Но первая страничка это как раз то блюдо, которое мы будем собирать. Вот это вот предыдущий вкладыш. На нем были профитроли. А тут ребрышки ягненка в глазури. Тот же самый вкладыш. Только у меня теперь совсем другой пошаговый рецепт в нем. Последний пакет. В упаковке ягненок. Бутылочка с финишной глазурью. И такая же для нее насадка. Сначала мы берем тарелку. Украшаем ее. Как-то это нужно сделать красиво. Как обычно делают шеф-повара. Как-то очень много сразу выдавливается. Выкладываем овощи. Так же красиво попытаемся, как это представлено у нас в рецепте. И тут по инструкции нам предлагается включить ультрафиолетовую лампу на 5-10 минут. Или вынести блюдо на солнечный свет на 10-20 минут. Открываем коробку с ребрышками. Они очень большие, поэтому я все-таки положу их руками. Кладем листочки мяты, как украшение. Да. Ну, для моих рук это сложная задача. Я специально не стала вырезать. Оставила это видео, чтобы вы видели, что времени на это уходит много. Снова поливаем соусом. Пузыри все убираем. Конечно, нам соус нужен для того, чтобы закрепить блюдо не только для красоты. А чтобы у вас потом это блюдо не распадалось, никуда ничего не падало с него. Поэтому обратите внимание, чтобы на все части попал этот соус. Иначе вот, например, листик может потом с него упасть. Но и тоже, мне кажется, лучше не переборщить. Иначе все будет в соусе и не будет видно ничего. И финиш. Опять включаем лампу. Все как обычно. И вот мой результат. Блюдо, которое у меня получилось. По-моему, очень даже симпатично все смотрится. Я надеюсь, что мое видео было для вас и полезным, и интересным. Делайте свой выбор. Пишите в комментариях, какая серия вам больше всего понравилась. Не забывайте поставить лайки. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.